здравствуйте драгоценные мы начинаем тему свидетели и свидетельства на днях был день пятидесятницы и вы хорошо знаете что наверное основным местом писания является деяние 1 глава 8 стих где написано что вы примите силу когда сойдет на вас святой дух и будете мне свидетелями вы русалиме и в иудее в самаре и даже до края земли кто же такие свидетели в переводе этого слова написано четыре значения свидетель или свидетельство доказывать или подтверждать что-то то есть свидетель свидетельство доказывать или подтверждать и в откровении 12 главе в 11 стихе написано они победили его кровью агнца и словом свидетельство своего жизнь свою они не настолько любили чтобы смерти бояться я читал по современному переводу не возлюбили своей жизни даже до смерти говорится на дальний перевод и этот стих он напоминает мне один ролик который давно очень был снят одним очень известным музыкантом христианином там он заходит в такое плохое место в кабак и достает свой револьвер и заряжает туда два патрона один патрон как бы является кровь агнца и второй это слово свидетельство и он когда он побеждает зло он стреляет как бы вымышленное в такое зло этими двумя патронами и на самом деле свидетельство это одна из самых наверно важных вещей которая существует в жизни любого человека каждого из нас да и во первых но простое значение слова свидетель это человек который что-то видел вы это тоже наверное знаете и я бы тут сразу но думаю что сейчас слушатели поделились на две категории людей одни которые все время имеют много информации очень много говорят и выдают очень много информации на фоне этих эрудированных людей информированных людей есть вторая категория людей которая скромничает и говорит ничего особого не происходило и я сразу вспоминаю себя когда в библейской школе давным-давно нам давали эту тему свидетельство я сидел и думал да что я могу написать я вроде ну жил обычной жизнью ну потом пришел в церковь потом вроде обратился к богу как-то бог благословлял что-то происходило что-то ну я думаю что я могу написать но слава богу что я последовал тем советам тех людей которые вдохновили сначала и потом дали определенные практические советы что надо сделать как надо сделать и я очень надеюсь что это служение оно вдохновит вас просто покажет вам ваше оружие покажет вам ваше ваше свидетельство то что вы можете сделать лично и для себя и для близких вам и дорогих людей если мы смотрим в писание то мы видим что иисус он свидетельствовал не просто словами только но он говорил по делам посмотрите дела свидетельствуют обо мне о боге о царстве божьем и он говорил что царство божье приблизилась к вам оно стало близко иисус свидетельствовал собой что царство божье пришло что она близко и он свидетельствовал о том вся жизнь и она о том что скоро придет иисус и и он назван притечи первого пришествия иисуса христа мы же живем пред вторым пришествием иисуса христа и мы смело можем назвать себя свидетелями и предтечами второго пришествия мы готовим путь для господа и как мы готовим этот путь чем мы его готовим каждый из нас не только служители или пастор каждый из нас он готовит этот путь и в общем то от того как мы живем что мы делаем зависит в какой-то степени пришествие иисуса христа своей жизнью мы свидетельствуем о христе о его царстве все преодолеваем силой возлюбившего нас мы любовью миром святостью верностью прощением своей реакции на зло точнее говоря отсутствием реакции терпением спасаем души не негодуем злодеем не будем побеждены злом я просто вам цитирую разные места писания побеждай зло добром накорми напои врага как учил иисус на горной проповеди и когда мы недавно изучали тему откровения меня очень коснулось одно место и там написано что зло оно уничтожит само себя тебе не надо переживать за него тебе не надо фактически с ним воевать ну как как мы представляем всегда себе там оружием пистолетом агнец победил зло добром любовью не возлюбив свою жизнь то есть когда мы свидетельствуем о христе своей жизнью когда мы живем как христиане мы тем самым побеждаем зло когда мы прощаем мы тем самым побеждаем зло когда мы наполнены богом его любовью мы побеждаем зло этим мы приближаем царство божье и конец зла сия победа победившая мир есть вера ваша в то что бог вас он сильнее любой тьмы он с вами он никогда не оставит и не покинет нас думаю нам очень важно разобраться в наших личных отношениях с тем кто создал небо и землю только вдумайтесь бог небо и земли пришел лично к вам коснулся вас а мы говорим о чем мне писать о чем я не знаю необычная жизнь у тебя необычная жизнь ты божий человек ты наполнен его светом его любовью ты избран им ты призван им бог искупил тебя от суетной жизни дал тебе благодать мир любовь давайте по достоинству оценим все то что нам дает господь в первом петра 3 главе 15 стихе написано господа бога светите в сердцах ваших будьте всегда готовы всякому требующему вас отчет в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением здесь павел говорит мы должны быть готовы у нас должно быть это оружием нашей жизни это слово оно должно быть готово то есть оно должно быть отточено но должно быть настроена то есть чтобы не затмить христа как говорил павел чтобы проповедью или своим словом не знаниями или знаниями какими то не затмить само свидетельство иисуса христа кто может свидетельствовать моисей в свое время говорил о господи найди другого я такой косноязычный но бог ему сказал кто дает уста человеку ты можешь свидетельствовать своей жизнью и достаточно будет нескольких слов чтобы потом просто помочь человеку обрести мир с богом любовь не не недооценивает то что бог делает в твоей жизни не пренебрегая этим ведь это божественная сила она в тебе она в твоем сердце недалеко написано слово оно в сердце твоем и в устах твоих слово которое проповедуем которое свидетельствуем все мы являемся свидетелями все до единого мы все о чем то свидетельствуем все равно так или иначе так стоит же обратить внимание на то наше главное свидетельство на наш как бы козырь что ли на то что сделал бог ведь его работа настолько велика и настолько могущественно и я вам приведу сейчас цитату Николая Бердяева который в 1911 году написал вот эти слова новые времена в новые времена иссякает в господствующем сознании творческое дерзновение думают о чем то пишут о чем то но были времена когда думали и писали что то когда было то о чем теперь вспоминают о чем пишут исследования наша эпоха потому быть может так научно что наука говорит о чем то а не что то наука вообще в частности историческая дает превосходные исследования о религии о мистики о пифагоре например или о блаженном августине но вот сам блаженный августин не был наукой он был что то о чем пишут научные исследования мало кто уже дерзает писать так как писали прежде писать что то писать свое свое не в смысле особенной оригинальности а в смысле непосредственного обнаружения жизни божьей как то было в творениях блаженного августина в писаниях мистиках в книгах прежних философов великие учителя церкви писали что то раскрывали жизненные тайны христианства а теперь имеют смелость писать лишь об учителях церкви о их дерзновении сами не дерзают уже мы следовы мы стыдливо прячемся за исторические исследования о чем то боимся науки которые требуют чтобы говорили лишь о чем то когда обращаемся к прошлому часто поражаемся творческому дерзновению наших предков они дерзали быть мы же потеряем потеряли смелость быть мы дерзаем обнаружить лишь свое о чем то и не дерзаем быть чем то нашу эпоху разъедает болезненная рефлексия вечное сомнение в себе в своих правах на обладание истины принижает нашу эпоху дряблость веры слабость избрания не осмеливаются слишком страстно и непоколебимо объясняться в любви чему-то или кому-то мямлят колеблются боятся оглядываются на себя и на соседей раздвоение и расслабление воли уничтожает возможность дерзновения духовная робость неизменно сопровождается слабостью волевого избрания и там много есть интересных моментов и дальше он пишет что каждый человек он гениален каждый имеет долю гениальности в смысле обнаружения божественности ты абсолютно индивидуален и твоя гениальность в том что ты только ты можешь говорить о боге так как видишь его ты каждый имеет таланты каждого господь милует и благословляет каждому из нас есть чем поделиться с неверующими есть чем засвидетельствовать о христе ведь он живой он наш царь его рука не сократилась чтобы спасать сам творец неба и земли пришел к тебе нашел тебя поднял тебя избрал тебя он и вчера и сегодня тот же он избрал нас и дал нам все потребное для жизни и благочестия нашел нас очистил оправдал усыновил и сделал своими свидетелями дал нам еще духа святого чтобы мы не боялись что-то говорить помните апостолу павлу было сказано не бойся дано будет тебе что говорить важно чтобы ты оценивал это ценил то что у тебя есть ценность начинается с того с благодарности из того что ты видишь в своей жизни и я хотел бы еще привести вам разные местописания из библии откровение 19 глава 10 стих и пал ниц к ногам его чтобы преклониться но он говорит ангел смотри не делая этого я такой же слуга как и ты твои братья что свидетельствуют об иисусе поклонись богу ведь свидетельстве иисуса дух пророчества псалом 97 1 воспойте господу новую песнь ибо он сотворил чудеса его десница и святая мышца его доставили ему победу и вложил в уста мою новую песнь хвалу богу увидят многие убоятся и будут уповать на господа это псалом 39 4 стих и я просто недавно была проповедь олега казанцева о новой песне и если вы не смотрели советую вам посмотреть обязательно но я когда слушал ее я вдруг понял что новая песнь это не только прославление это не только слова которые поются новая песнь написана в ней есть дух пророчества новая песнь это твоя песнь это то что ты поешь своему богу то что поет твоя душа может быть без ритма может быть без пения или вокальных каких-то данных когда ты работаешь ты тоже поешь твоя душа поет когда я еду на машине и честно вам скажу я часто я как будто бы пою своими руками мне доставляет это огромное удовольствие и благодать я в свое время как-то понял что бог он не только в тайной комнате он везде со мной и что бы я ни делал я могу своим делом петь ему эту новую песнь прославлять его хвалить его наше свидетельство наши поступки наши мысли наша жизнь свидетельствует это и есть новая песнь Исайя 43 глава 10 стих если вы думаете что это только относилось к новому завету вы свидетели мои говорит господь и рабы мои я избрал вас чтобы поняли вы и поверили мне и уразумели что это я нет бога что появился бы до меня или после меня пребывал бы это я господь нет избавителя кроме меня это я поведал избавил возвестил а я не кто-то чужой и вы мои свидетели говорит господь я бог исайя 44 глава 8 стих не страшитесь и не бойтесь ведь я еще в давние времена поведал вам все рассказал и вы свидетели мои разве есть бог кроме меня нет я не знаю другой скалы иоанн евангелие от иоанна 1 глава 7 стих он пришел для свидетельства речь идет об иоанне чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него он не был свет но был послан чтобы свидетельствовать о свете мы не свет но свет живет в нас и мы можем свидетельствовать об этом диания 8 глава 25 стих подкрепив своим свидетельством проповедь и возвестив слово господа свидетельство это важнейшая вещь и наверное самая сильная вещь которая в принципе существует в твоей моей жизни потому что это то что ты пережил что ты прошел даже если может быть тебе кажется что там нет хэппи-энда но бог был с тобой и в трудные времена и в пустыне и в среди боли и среди скорбей и это тоже свидетельство свидетельство не обязательно как мы привыкли в фильмах видеть хэппи-энд вот когда что-то произойдет уж прямо вот такое 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 неужели сейчас посреди трудностей этих болезней скорбей самоизоляции каких-то переживаний неужели сейчас бог не с тобой он сказал я буду открывать источники воды живой в пустыне это самое то место в котором ты можешь прямо сейчас сегодня после этого урока открыть источник воды живой в своем сердце деяние десять тридцать девять и мы свидетели всего что сделал он в стране иудейской иерусалиме и что наконец его убили повесив на древе всего бог воскресил в третий день дал ему являться не всему народу но свидетелем предызбранным от бога нам которые с ним ели и пели по воскресению его из мертвых он повелел нам возвещать народу радостную весть и свидетельствовать что он и есть предназначенный богом судья живых и мертвых все пророки свидетельствуют о том что всякому кто верит в него благодаря ему прощены грехи Петр еще говорил это как вдруг на всех кто слушал весть сошел святой дух и все верные из числа иудеев пришедшие с Петром были поражены тем что святой дух был дарован язычникам ведь они сами слышали как те говорят на неведомых языках прославляя и величая бога проповедь и свидетельство они производят то что хочет господь потому что сам бог простирает свою руку на соделание чудес и знамений когда мы возвещаем его слово в силе его святого духа в силе того что мы лично познали что мы лично пережили второе фессалоникийцам первая глава десятый стих в тот день когда он придет чтобы быть прославленным среди святого народа своего извозвеличенным среди всех кто поверил в него среди них будете и вы потому что вы поверили нашему свидетельству блаженны не видевшие но уверовавшие некоторые просто говорят что свидетели или свидетельство относятся только к тем апостолам но мы с вами читали даже из ветхого завета каждый призванный каждый избранным богом он его свидетель блаженны верующие по словам тех кто слышал второе тимофею 1 глава 8 стих так не стыдитесь же быть свидетелем господа нашего не стыдитесь меня находящегося в тюрьме ради него и в воссоединитесь со мной в страданиях за благовестие потому что бог дал на то силы и здесь еще раз бог говорит не стыдись не принижай то что бог делает в твоей жизни остановись возьми ручку бумагу и просто запиши то что бог хочет сделать то что он делает в твоей жизни каждый день евреям 12 глава 11 стих посему мы имея вокруг себя такое облако свидетелей свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще 1 Иоанна 1 глава 1 стих слово жизни существовало с самого начала мы слышали его видели своими глазами наблюдали за его действиями и прикасались к нему своими руками о чем о нем мы пишем вам мы видели его и являемся свидетелями ему и теперь объявляем вам о том кто сам является жизнью вечной которая пришел с отцом и был показан нам мы говорим вам обо всем что видели и слышали чтобы и вы приобщались а приобщение наше будет к отцу и сыну его Иисусу Христу и потому мы пишем вам об этом чтобы наша радость была полной чтобы была полная наша радость нам нужно входить в полноту его свидетельство его любви его жизни не греться только некоторое время около его слова но видеть его слово видеть его действия каждую секунду в каждом дыхании в каждом глотке свежего воздуха и вот мы подошли к апостолу Павлу и сейчас будет несколько отрывков отрывков больших в которых апостол Павел он свидетельствует о себе и мы сейчас увидим это не один даже отрывок то есть у апостола Павла было свидетельство хотя он лично не видел Господа в земном его пришествии но он свидетельствовал и даже как он говорит больше посвидетельствовал и потрудился я хотел бы чтобы просто мы прочитали эти отрывки потому что это то что в новом завете достаточно занимает много места в разных посланиях Павел использует свое свидетельство в той форме в этой форме разные куски из этого свидетельства он использует когда он рассказывает о том как он тонул как его побивали как он служил о том как его гнали то есть он всюду использует свидетельство свое и вот деяние 22 глава 3 стих я иудей продолжал Павел родился в киликийском городе Тарси получил образование здесь в городе под руководством Гамалиева и был воспитан в самом строгом соблюдении отечественного закона отеческого закона я ревностно исполнял все обязанности перед Богом так же как и вы сегодня я беспощадно вплоть до смерти преследовал тех кто шел путем Господнем хватал и бросал в тюрьму мужчин и женщин мои слова могут подтвердить первосвященники и все старейшины это от них я получил письма к соплеменникам в Дамаск и отправился туда с намерением арестовать тамошних христиан и доставить их в Иерусалим для наказания но по пути когда я был уже недалеко от Дамаска около полудня вокруг меня вдруг вспыхнул ослепительный свет с неба я упал на землю и услышал голос говоривший мне Савл Савл почему ты меня гонишь кто ты Господи спросил я я Иисус Назарянин которого ты гонишь ответил он мои спутники видели свет но голоса говорившего со мной не слышали что мне делать Господь спросил я встань и иди в Дамаск сказал мне Господь там тебе будет сказано что делать свет был такой силы что я перестал видеть и мои спутники взяли меня под руки и отвели в Дамаск там ко мне пришел некий Анания человек которого соблюдающий закон его очень уважают все дамасские иудеи он пришел ко мне и став рядом сказал брат Савл прозри и в тот же миг я прозрел и увидел его Бог наших отцов продолжал Анания избрал тебя чтобы ты узнал его волю увидел праведника и услышал голос из его уст потому что ты должен стать его свидетелем пред всеми людьми и рассказать о том что видел и слышал чего ты ждешь встань крестись о мой грехи призвав его имя а когда я вернулся в Иерусалим и молился в храме мне было видение и я увидел его он сказал мне поспеши покинь Иерусалим немедленно потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне Господь ответил я они знают что я бросал во тьму избивал в синагогах верующих в тебя и когда проливалась кровь твоего свидетеля Стефана я стоял рядом и был на стороне убийц и стерег их одежду и тогда он сказал мне ступай я пошлю тебя далеко к язычникам это одно из мест где Павел использует свое свидетельство и мы читаем что кто-то потом разрывался сердцами кто-то скрижетал а кто-то обращался к Богу прославлял его и принимал Христа Деяние 26 глава 2 стих уже пред царем царя гриппа я почитаю за счастье что сегодня я могу защищаться от всех обвинений которые выдвинуты против меня иудеи пред тобой ты прекрасно знаешь как все иудейские обычаи так и спорные вопросы поэтому прошу тебя великодушно меня выслушать итак жизнь моя с юных лет известно всем иудеям с самого начала я жил среди своего народа в Иерусалиме они знают меня издавна и могут подтвердить если пожелают что я принадлежал к самому строгому направлению нашей религии фарисеем и теперь я стою пред судом за то что уповаю на обещание которое Бог дал нашим отцам все двенадцать наших племен служа Богу днем и ночью ждут с надеждой что это сбудется вот за это царь меня и обвиняют иудеи если по вашему что-нибудь невероятное в том что Бог воскрешает мертвых я тоже считал своим долгом делать все что в моих силах выступая против имени Иисуса Назарянина этим я и занимался в Иерусалиме и множество христиан я бросал в тюрьмы получив на то полномочия от старших священников когда решился вопрос о смертном приговоре для них я всегда подавал голос на казнь во всех синагогах мне часто доводилось наказывать их принуждая к отречению в своем неистовстве я преследовал их даже за пределами страны и вот однажды получив такие полномочия и разрешения от старших священников я направлялся в Дамаск в пути царь я увидел в полдень свет с неба ярче солнца озаривший меня и моих спутников мы все попадали на землю и я услышал голос говоривший мне по-еврейски Саул Саул что ты меня гонишь трудно тебе идти против рожна кто ты Господи спросил я я Иисус которого ты гонишь ответил Господь и теперь поднимись и встань на ноги я явился тебе чтобы сделать тебя своим служителем и свидетелем всего того что ты уже увидел и того что я еще тебе покажу я избрал тебя из иудейского народа и язычников которым тебя посылаю чтобы открыть им глаза обратить от тьмы к свету и вернуть из-под власти сатаны к Богу чтобы и они через веру в меня получили прощение грехов свое место среди Божьего народа вот почему царь Агриппа я не ослушался небесного видения и обратился сначала к жителям Дамаска потом Иерусалима затем всей иудейской старой земле и наконец к язычникам призывая их покаяться и возвратиться к Богу делами доказав свое раскаяние за это иудеи схватили меня в храме и хотели прикончить но благодаря Божьей помощи я и по сей день стою непоколебимо и свидетельствую и малым и великим и ни о чем другом не говорю только о том что предсказывали пророки и Моисей а именно что помазанник Божий должен был перестать претерпеть страдания и будучи первым воскресшим из мертвых возвестить свет и нашему народу и язычникам когда Павел говорил так в свою защиту фест громко крикнул Павел ты сумасшедший ты помешался от большой учености сиятельный фест я не сумасшедший возразил Павел в моих словах правда и здравый смысл царь которому я так смело обращаюсь знает это я убежден что все это не осталось для него незамеченным ведь происходило это нигде нибудь в глухом углу царь Агриппа ты уже веришь пророкам знаешь что веришь уж очень быстро ты хочешь меня сделать христианином сказал Павлу Агриппа быстро или не быстро но я молю Бога чтобы не только ты но и все кто слушают меня сегодня стали такими как я разумеется кроме этих цепей ответил Павел и Галатам 1 глава 11 стих здесь тоже есть отрывок возвещаю вам братья что Евангелие которое я благовествовал не есть человеческое ибо я принял его научился не от человеков но через откровение Иисуса Христа вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии что я жестоко гнал церковь опустошал видите он опять использует свое свидетельство для того чтобы Бог когда же Бог избравший меня от утробы матери моей призвавший благодатью своей благоволил открыть во мне сына своего чтобы я благовествовал его язычникам я не стал тогда советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим предшествовавшим мне апостолом а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск Павел при любой возможности использует свое свидетельство чтобы делиться с людьми тем что он пережил то что он прошел и Бог как мы видим и в книге и в других местах и мы видим что Бог он простирал свою руку на соделание чудес и знамений когда звучало слово звучало свидетельство о Христе и вот надеюсь что я вдохновил вас и Бог вдохновил вас через эти слова принять решение написать свидетельство и сейчас мы перейдем уже к практическим вещам в принципе свидетельство достаточно простая вещь в ней всего три раздела то что было до встречи со Христом сама собственно встреча с Христом как это произошло может что произошло и то что сейчас есть в твоей жизни то что Иисус означает сейчас всего три вещи я бы рекомендовал конечно вам взять ручку и все таки записать все эти моменты или в конспект или свой телефон где вы записываете потому что когда мы пишем или конспектируем или хотя бы сидим на готове имеем всегда рядом с собой конспект ручку или записную книжку пусть электронную это шаг нашей веры это свидетельствует Богу о том что ты ожидаешь что он что-то тебе скажет это свидетельство о том что ты жаждешь что ты ценишь то что Бог хочет тебе сказать бумага мудрее она не забывает так говорили древние поэтому я очень настоятельно сейчас прошу чтобы вы остановились сейчас взяли ручки тетрадки взяли что-то если у вас еще нет этого под рукой или открыли свою записную книжку в телефоне и записали те практические моменты о которых мы сейчас будем говорить потому что они очень важны итак первое это моя жизнь до встречи с Иисусом второе как я встретился как изменился что изменилось что Бог сделал и третье что сейчас в твоей жизни и что он сейчас в твоей жизни и я перехожу к практическим советам первое что вам надо сделать и забегая вперед скажу вам что у вас будет обязательное домашнее задание потому что в Якова 1.22 написано будьте исполнителями слова а не слышателями забывчивыми которые обманывают сами себя я не хочу чтобы мы обманывали сами себя я очень хочу чтобы каждый из нас имел всю полноту и каждый из нас ценил все даже самое в самом ничтожном драгоценное как говорил наш пророк в Ветхом Завете если ты извлечешь драгоценное из ничтожного то я сделаю тебя как свои уста итак переходим к практической части очень небольшой первое запишите все просто сядьте остановитесь и начните записывать вспоминая то что Бог сделал в вашей жизни как это было где это было еще раз скажу что если вы думаете что вам нечего написать то сначала вы остановитесь сядьте возьмите ручку бумагу а потом вы увидите как из под вашей ручки будут воскресать чудеса и знамения и сила Божия и свидетельства и это будет вашим шагом веры вторая деталь очень важная и практическая в свидетельстве нельзя указывать нельзя проповедовать говорить можно только о себе третье избегать специфических христианских оборотов христианских слов терминов мы должны говорить людям на их языке мы не замечаем даже как в наш лексикон входит очень много разных слов помазание и другие разные христианские слова которые для неверующих людей ничего кроме раздражения или непонимания не вызывает четвертое мы должны говорить то что объединяет то что несет мир то есть нам не нужно основываться на разделениях на динаминациях свидетельство Иисуса не имеет ни динаминаций ни церквей это лично ты с твоим богом ты это пережил и не надо акцентировать внимание на разных каких-то деталях то что может разъединить людей и дать им возможность соблазниться и перестать слушать то что бог хотел ему сказать или то свидетельство которое вы же хотите и мы хотим чтобы бог говорил через нас чтобы как можно меньше было человеческих слов и как можно больше бог мог коснуться наших друзей знакомых близких поэтому очень важно чтобы мы серьезно подходили и оттачивали все что мы говорим пятое рассказ о боге должен сопровождаться улыбкой потому что он благой трудно поверить в бога если сам человек он не благ если он не улыбается если он не наполнен его любовью милостью шестое можно использовать какие-то иллюстрации я когда писал свое свидетельство я вдруг вспомнил у меня была такая фотография из детства где я сижу и передо мной большая сломанная машинка из конструктора и я такой озадаченный озадаченный сижу и не могу ее собрать никак потому что папа мне помогал ее собирать и знаете когда я пришел в церковь я вдруг увидел что моя жизнь она напоминает вот тот конструктор тот дом разрушенный стены которого разрушены я пытаюсь тщетно их собрать но никак не могу никак эти конструкторинки они не складываются они не соединяются и когда я пережил Божье присутствие эти стены моего внутреннего дома они вдруг стали соединяться проповедь за проповедью служение за служение эти детали моего какого-то разрушенного дома вдруг соединялись и соединялись настолько точно и настолько восхитительно что это мог сделать только Бог седьмой пункт во втором пункте где мы делимся благою вестью да где мы говорим о Иисусе по сути мы должны поделиться с людьми благою вестью да то есть в чем суть благою вести я грешен Бог благ милостив мне нужно спасение мне нужно прощение то есть искупление освобождение исцеление то есть в процессе ну вот сути этого свидетельства в центральной его части очень важно чтобы была вот эта кульминация не растягивайте потому что свидетельство должно быть ну три четыре пять минут то есть оно не должно быть длинным избегать деталей следующий пункт то есть числа возраст то есть я двадцать седьмого года я это очень сильно утяжеляет само свидетельство нет нам разницы какого числа ты встретился с Богом важно что ты с ним встретился десятый пункт реалистичность свидетельство я честно скажу я очень много ездил на все евангелизации все служения которые были связаны где свидетельствовали очень многие люди из репцентров и честно скажу часто если свидетельство не подготовлено если оно не написано то это сразу видно человек он сбивается и он нереалистично говорит то есть он говорит приди к Богу Иисус все решит он все простит все сделает то есть давайте будем реалистами Бог не убирает проблемы он дает силу пройти он может убрать и проблемы он может совершить все что он хочет но самое главное что он делает он тебя перерождает он дает тебе новое сердце он дает тебе любовь он дает тебе надежду он дает тебе силы все преодолевшие устоять он дает тебе силы быть верным он дает тебе такую любовь которая у тебя никогда не было и не будет которую мы все можем преодолеть которой мы можем поделиться благословить людей вот что он делает посреди трудности посреди скорбей он открывает источники воды живой он наполняет тебя верой любовью надеждой вот что поражало верую неверующих когда первые христиане попадали в беды когда над ними издевались это служило победой христианство не воздавать злом на зло прощать вы вспомните слова слова Давида когда его обвиняют родные братья он говорит не слова ли это вспомните слова стефана в него камни летят а он говорит господи прости их не ведают что творят и конечно слова нашего господа господь прости их это вот то что отличает верующих от неверующих это свидетельство нашей жизни когда люди увидят сверхъестественную любовь человек не может простить до конца но Бог может и закончить надо так чтобы слушатели захотели продолжить разговор чтобы они захотели задать тебе вопрос как во многих местах в Новом Завете мы читаем что же нам делать вдруг заговорили все люди толпа как нам спастись если вы помните ту же первую проповедь в день пятидесятницы то есть когда Петр свидетельствовал о Христе он это сделал очень коротко и оставил возможность как бы жажды людей проявиться чтобы у людей возник вопрос да как же так где ты берешь эту силу откуда у тебя такая любовь как ты надеешься чтобы у людей возник этот вопрос и они захотели иметь этого же Бога ту же силу ту же любовь и теперь непосредственно к домашнему заданию все что нам надо сделать это сесть остановиться помолиться попросить Бога напомнить нам то что мы потеряли то к чему мы может быть извиниться за то к чему мы не очень ценно относились а ведь все что делает Бог это драгоценности пусть маленькие но драгоценности если ты научишься ценить эти маленькие драгоценности ты увидишь и большие драгоценности и больше драгоценностей потому что их много вокруг нас и так написать конспект это проявление нашей веры ожидание что Бог скажет мне то что он хочет сказать свидетельствую вам я когда услышал первый раз об этом я в начале об этом рассказал я думаю господи ну я понимаю вот тут вот человек исцелился тут освободился тут человек пережил освобождение от бесов там еще что-то ну я понимаю ну тут свидетельство ну в репцентре это я понимаю там наркоман был и Бог такое чудо произвел ну я понимаю почка выросла еще что-то там свидетельствую вам что когда я сел и просто начал писать я был поражен тем величием Бога которое было в моей жизни да может быть там не было каких-то ярких сильно переживаний на тот момент как мне казалось но это неправда там были самые яркие самые восхитительные переживания моей души потому что Бог касался меня я просто ходил в церковь и вроде просто слушал проповедь но когда я начал записывать я увидел что в этом была божественность в этом было чудо и в этом было много чудес и там было много всяких прикосновений и честно скажу я вот переписывал свои старые конспекты я с таким удовольствием это все читаю там очень много уже сейчас всяких разных свидетельств и свидетельств об исцелении свидетельств о покаянии о перерождении о каких-то моих трудностях о болях о срывах и это восхитительно и знаете это я я очень ценю эти записи потому что все то что не записано оно потерялось и его нету оно куда-то исчезает из нашей жизни а второе что вы должны сделать после того как напишите его прочитать кому-то обсудить согласно тем пунктам о которых мы сейчас говорили поставить себя на место слушающего не постесняйтесь поделитесь с кем-то во-первых это очень сильно благословит его во-вторых это очень сильно благословит вас когда вы свидетельствуете это очень сильно самого вас будет благословлять знаете какое у нас было правило в 90-е годы если тебе сильно плохо то надо пойти и кому-то засвидетельствовать об Иисусе Христе происходит чудо когда ты начинаешь просто свидетельствовать о Христе кому-то рассказывать что-то происходит чудо твоя душа вдруг наполняется и воскрешает когда ты отдаешь тогда ты наполняешься это божий закон божьего царства когда ты делишься тогда ты наполняешься когда ты отдаешь тогда ты становишься счастливым и благословенным любящим и третье это переписать ну в соответствии с теми замечаниями сделать работу над ошибками и тоже постарайтесь не постесняться сделать эту работу потому что в божьем присутствии слова они теряются попытка часто описать то что Бог сделал она меркнет в словах поэтому нам надо очень тщательно готовить переписывать чтобы наши слова они не загромождали Христа они не затеняли его чтобы наше свидетельство свидетельствовало о Христе а не о наших похождениях до того как он до того как он до того как он к нам пришел до того как он к нам пришел и на этом все и я хотел бы только помолиться в конце и благословить каждого из вас дорогой Господь мы мы являемся твоими свидетелями мы хотим говорить не о чем-то а хотим говорить что-то непосредственное обнаружение жизни твоей в нас ведь ты в каждом человеке ты избрал каждого из нас чтобы мы были свидетелями твоими свидетелями твоей славы твоего пришествия твоей любви чтобы наша жизнь наши дела и уж тем более наши слова могли дать скротостью и благоговением отчет всякому о нашем уповании Господи это фактически единственное что мы можем сделать для тебя это быть твоими свидетелями свидетельствовать о тебе помоги Господь нам увидеть эти драгоценности в своей жизни записать их сформулировать чтобы это оружие твоей любви всегда было в нашем сердце в наших устах чтобы мы в любой момент в любом месте могли поделиться тобой твоей славой твоим присутствием во имя Иисуса Христа и да будешь ты прославлен возвеличен и превознесен аминь и драгоценные еще раз хочу сказать хочу сказать вам что это очень важно пишите свои свидетельства высылайте их просто делитесь мы очень рады будем услышать потому что я уверен что в это время коронавируса в это время болезни и каких-то трудностей Бог не меньше работает а даже больше его рука не сократилась чтобы спасать чтобы исцелять чтобы благословлять чтобы охранять давайте будем свидетельствовать о его любви о его надежде о его вере и не обязательно когда все это уже закончится а прямо сейчас ведь сейчас день спасения сейчас время благоприятное сейчас время для того чтобы ты остановился пусть Бог благословит каждого из вас пользоваться за счет не처리 так что там лари в cried